Пока Булаткин утрясает финансовые отношения с Блэк Стар, к рэперу активно подбивает к линии новой подопечной уже официально объявлено, что кумир молодежи Егор Крид больше не является артистом лейбла Блэк Стар, потому что не сошелся с Тимати по деньгам. Рэпер хотел и дальше неплохо навариваться на подопечном, а тот взбрыкнул и потребовал отдавать ему 50% выручки. В итоге контракт с зазвездившимся музыкантом продлять не стали. Больше по теме ТНТ отменил съемки нового сезона «Холостяка» после гей-скандала с Егором Кридом артист сначала не особенно опечалился, тем более, по слухам, ему уже поступило предложение о сотрудничестве от Иосифа Пригожина, не зря же Егор спел дуэтом с Валерией. Однако потом Егор осознал, что после ухода из родного продюсерского центра потеряет свой раскрученный сценический псевдоним. Понятное дело, что выступать под настоящей фамилией Булаткин певцу совершенно не хочется. Говорят, теперь певец всеми силами пытается как-то договориться с Тимати. Якобы рэпер согласился даже продать Криду 8% лейбла за весьма внушительную сумму, которую, впрочем, Егору разрешили выплатить в рассрочку. Но, как известно, свято место пусто не бывает, и на место ушедшего Крида уже нашелся претендент. Как утверждают осведомленные источники, теперь Тимати активно подбивает к линии недавно присоединившийся к Blackstar пародист Кирилл Нечаев, виртуозно имитирующий голоса знаменитостей. Говорят, парень серьезно настроен сделать клейбле карьеру, а для этого — любимый способ подружиться с Тимуром Юнусовым. Рэпер же, как бизнесмен, наверняка оценит возможность делать деньги на сговорчивом певце без звездной болезни, который согласен на скромные гонорары.